Беседа 51. Деяние 24.22. Выслушав это, Феликс отсрочил дело их, сказав, «Рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий, и я обстоятельно узнаю об этом учении». А Павло приказал сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему. Смотри, какое искушение постигает Павло. Во-первых, от многих, а во-вторых, в течение долгого времени. Нельзя сказать, чтобы суд производился скоро. После того, как Ритор упомянул о Лисии, сказав, что он силой взял Павла, благовременно приведенный писателем слова Феликси, о котором говорилось, то есть он нарочито отложил дело, не имея нужды в исследовании, а только желая удалить иудеев. Отпустил Павла он не хотел, отпустить из угождения им, а наказать его было невозможно, потому что было бы бессовестно. Потому он и отложил это дело. Так и он находил его невинным. Почему же, находя его невинным, задерживает? Желая угодить иудеям, а также надеясь взять деньги. Для того он и призывает к себе Павла. Что именно для этого он призывает его, видно из дальнейших слов писателя. Через несколько дней Феликс пришел с друзилою, женой своей, иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». При том же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его, посему часто призывал его и беседовал с ним. Смотри, как писатель держится истине. Феликс часто призывал его не потому, что удивлялся ему, или одобрял речи его, или хотел уверовать. Но почему? Надеялся, говорил, что он сда дастся ему. Смотри, как он не скрывает здесь намерения судьи. А этот, если бы признавал Павла виновным, не поступал бы так, не захотел бы слушать человека виновного и преступного. Между тем Павел, хотя говорил с начальником, но не сказал ничего такого, чем бы можно было преклонить его душу, но говорил то, что устрашило и потрясло его ум, и беседовал с ним, говорит, о правде, о суде Божьем. Такова сила слов Павловых, что приводит правителя в страх. Затем он получает себе преемника, а Павла оставляет в узах. Хотя и не следовало, а надлежало окончить дело, но он оставляет его так из угождения иудеям. Но по прошествии двух лет на место Феликса поступил порций, фест. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах. А эти были так настойчивы, что снова стали нападать. Так, как не нападали ни на кого другого из апостолов. Но, напав на них, потом отступали. Так, Богом устроено было, чтобы Павел, имея дело с такими зверями, удалился из Иерусалима, куда, впрочем, они опять просят привезти его на суд. Но и здесь Бог устроил так, что не дозволил этого правителю. Он, как недавно принявший власть, мог бы решиться угодить иудеям. Но Бог не попустил. Прибыв в Кесаре, иудеи стали бесстыдно возводить на него еще большее обвинение. И так, как не могли обвинить его в делах против закона, то опять прибегают к своему обычному средству. Указывают на Кесаре, как они делали в отношении ко Христу. Это видно из того, что Павел оправдывается возводимых на него преступлениях против Кесаря. Как изъясняет это и писатель. Кесаре, прибыв в область, через три дня отправился из Кесарии в Иерусалим. Тогда первосвященник и знатнейшие из иудеев явились к нему с жалобой на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим. И злоумышляли убить его на дороге. Но Фесс отвечал, что Павел содержится в Кесарии, под стражу, и что он сам скоро отправится туда. И так сказал он, которые из вас могут, пусть пойдут со мною. Если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его. Пробыв же у них не больше восьми или десяти дней, возвратился в Кесарию. И на другой день севно-судейское место повелел привезти Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же в оправдание свое сказал, я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против Кесаря. Фесс, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу, хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом? Смотри, как и он угождает иудеям, всему народу и городу, поэтому Павел и его приводит в страх, употребляя человеческие средства. А какие, послушай. Павел сказал, я стою перед судом Кесаревым, где мне и следует быть судимым. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем сие обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда Кесарева. Но может быть, кто скажет, при этом ему сказано было, подавай тебе идти и в Рим, свидетельствуй там о мне. Почему же он так поступает теперь, как бы не веруя этим словам? Нет. Напротив, он крепко веровал. Скорее, значило бы искушать Бога, если бы он, полагаясь на это предсказание, стал сам подвергать себя бесчисленным опасностям. И говорит, посмотрим, может ли Бог избавить меня от них. Но Павел не делает этого. А всецело, веряя себя Богу, принимает все меры и со своей стороны. Притом, таким оправданием он некоторым образом касается и правителя. И только так говорит, если я сделал неправду, то справедливо. А если я прав, то почему ты выдаешь меня? Никто, говорит, не может меня выдать. Не только правителя привел страх, так что он, если бы и захотел, не мог выдать. Но таким оборотом дело защитил себя и от иудеев. Тогда Фес, поговорив с советом, отвечал. Ты потребовал сюда Кесарева, Кесарю и отправишься. 439. Смотри. А Павле сообщается о гриппе, чтобы и другие послушали его, и царь, и войско, и вереника. Потом, далее, опять следует оправдание. Через несколько дней царь Агриппа и вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлова, говоря, здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность моей в Иерусалиме с жалобой явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привезти того человека. Обступившие его обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал. Но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал, хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом. Но как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августова, то я велел содержать его под стражей до тех пор, как пошли его к кесарю. Агриппа же сказал тесту, хотел бы я послушать этого человека. Завтра же отвечал тот, услышишь его. Смотри, как опять иудеи осуждаются не Павлом, а правителем. И видеть, говорит, архиереи, старцы иудейские. Смотри, что отвечает он к их посрамлению. У римлян нет обычаев выдавать человека на погибель. То есть прежде, что Идана будет ему говорить в свою защиту, невозможно просто выдать его. А поступив по этому обычаю, он не нашел в нем вины. Потому я пришел в недоумение, как видно из следующих слов. Недоумею, что сказать о нем. Так сказал он, желая прикрыть собственный грех. Он прикрывает себя, но Агриппа желает видеть самого Павла. Смотри, как правители всегда уклонялись от вражды иудеев. Часто бывали вынуждены поступать вопреки справедливости. Искали предлогов к промедлению. Так Фес, отложив дело, не по неведению, а сознательно. Агриппа же не только не уклоняется, но и сам желает выслушать. Достойно удивления, откуда родилось у него желание видеть человека, хотя и несправедливо, однако же обвиняемого. Так и это было по устроению Божию. Потому и жена его слушает вместе с ним и не отказывается от слушания. И при том слушает непросто, но с великой честью. Так сильно было их желание. Если бы он не желал, то и не стал бы слушать. Не допустил бы и жену принять участие в слушании, если бы невысоко думал о Павле. И она, мне кажется, сама желала этого. Павел же, смотри, тотчас начинает говорить не только о вере и отпущении грехов, но и о том, что надо бы наделать. Но обратимся к вышесказанному. — Ныне, — иди, — говорит Феликс, — потом призову тебя. Смотри, какое ослепление! Слушая столь великое учение, он надеялся взять с него деньги. И не только это тяжело, но и то, что после беседы с Павлом не отпустил его, но видя конец своего правления, оставил его узникам, чтобы угодить иудеям. Следовательно, любил не только деньги, но и славу. Как преступный ты ищешь денег от человека, проповедующего противное. А что не получилось, видно из того, что оставил Павла связанным. Получив их, разрешил бы его. Тот говорил о воздержании, а он от человека, рассуждавшего об этом, ожидал получить деньги. Требовать их не осмелился, таков-то бывает порог. Он боязлив и во всем подозрителен, но ожидал. Не без причины он угождал иудеям, как управлявший ими столь долгое время. Когда же вступил в управление Фест, то сказал ему, что архиереи от иудеев пришли на Павла. Тотесы в самом начале приступили к нему священники. Они не поленились бы отправиться и в Кесарию, если бы он не успел войти в Иерусалим, где они как только он прибыл и являются. Может быть, я думаю, он проживал у тех, которые хотели развратить его. Пробыл, говорит, у них десять дней. А Павел находился в темнице. И умоляли его, говоря, чтобы он послал его в Иерусалим. Просили как милости. А для чего, если Павла надлежало по справедливости умереть? Но злоумышление их и для него было так очевидно, что он сказал, что эти мужи с нами, и вы видите его, и множество иудеев приходило обвинять его. Словом, обвинять выражает, что они просили у него этой милости и хотели, чтобы он произнес о нем приговор, боясь слова Павлова. Чего же вы боитесь? Чего опасаетесь? Ясно сказано, чтобы встретить его. Следовательно, может ли он убежать? И сильный, говорит, на него обвинение возводили. Затем обвинители опять в Кесаре, и Павел опять выводится. 441. Смотри, возвратившись, тот же сел на судилище. Так нетерпеливо они побуждали его, так спешили. А он пока еще не знал иудеев и не испытал от них почестей, то отвечал справедливо. А когда побывал в Иерусалиме, то так же стал угождать им, и не просто угождает, а делает это с обманом. А как, послушай, хочешь, говорит, в Иерусалимы идти, чтобы там я судил тебя. Как бы так, говорит, я не выдаю тебя им, но сам буду судьею. Говоря это, он делает господином дело Павла, чтобы такой честью склонить его, так как если бы он произнес приказание, то было бы бесстыдно отвезти туда человека, который здесь ни в чем не обличен. Павел не сказал, не хочу, чтобы не раздражить судьею, но смело говорит, что я судил пред садом Кесаря. Великое дерзновение. И смотри, как он поражает их умозаключением. Как бы так, говорит, свое оправдание. Они уже однажды изгнали меня и думают судить меня за то, будто я совершил преступление против Кесаря. Потому я хочу быть судимым от того, кто мной оскорблен. Сказав это, прибавляет. Иудеев же я ничем не обидел. Как и ты хорошо знаешь. Коснулся и его, угождавшего иудеем. Коснувшись же этого, опять смягчает речь, присовокупляя. А если и знает, какую неправду обо мне, достойную смерти, то я не отказываюсь умереть. Я произношу, говорит, приговор против самого себя. Это слова не самоубийство, но великого дерзновения. Ведь и правда должна быть соединена с дерзновением, чтобы действовать сильнее. Если же ничего не находят во мне, в чем клевещут на меня, то ты не можешь меня выдать им. Если бы и захотел, говорит, не может. Не сказал, я не повинен смерти или достойен освобождения, но готов судиться перед Кесарем. При этом он вспомнил сновидение и говорит тем с большим дерзновением. Не сказал ты, но никто, присовокупив, Кесарем, чтобы не оскорбить его. Тогда Фест посоветовался и отвечал. Ты хотел быть перед Кесарем? Поедешь к Кесарю. Видишь ли, как он угождает иудеям. Сноситься с обвинителями – это угождение, это признак мнения развращенного и извращающего порядок дела. Смотри, как суд над Павлом опять откладывается и как коварство подает повод к проповеди. Так устрояется промыслом, что он прибыл в Иерусалим удобной и сохранной стражей, без злоумышления от кого-либо. И подлинно, не все равно прибыть просто или прибыть по такому делу. Это и заставило иудеев собраться сюда. И в Иерусалиме он был долгое время, чтобы ты видел, что и в течение долгого времени злой умысел не мог ничего сделать ему, когда не попускал Бог. Агриппа, царь Вереника, сошлись. Этот Агриппа, он же и Ирод, мне кажется, был иной, и именно четвертый после того, который был при Иакове. Смотри, как сами враги невольно способствуют делу, чтобы слушателей было больше. Сам Агриппа пожелал слушать Павла и слушать не просто, но с пышностью. Смотри, каково оправдание Павла, высказанное правителю. Так пишет Эфест, обнаруживается жестокость иудеев, что написано было о нем господину. А правителя, когда он говорит, что это подозревать нельзя, он говорит так, что и от него, иудеи, подвергаются осуждению. А когда все осудили их, тогда наказывает и Бог. Смотри, их осудил Лисий, осудил Феликс, осудил Фест. Хотя и угождали им, осудил Агриппа. И даже что? Осудили их и фарисеи. А как он осудил, послушая это из слов его, что я не знаю никакой вины. Они износили, но и не обличили. Клевета и дерзость износили на него подозрения, а исследование ничего не показало. И говорит о каком-то Иисусе умершем. Справедливо сказал, о некоем, как человек, хотя и бывший правителем, но не заботившийся об этом. По той же причине он сказал, и я не имею ничего точно сказать об этом. Рассмотрение таких дел действительно превышало разум такого судьи. Если же ты недоумеваешь, то для чего и влечешь его в Иерусалим. Потому и Павел, не желая судиться, у него требует суда у Кесаря и говорит, на суде Кесарем я стою. В этом именно обвиняли его. Слышишь ли, как переносится дело? Слышишь ли о злом умысле иудеев? Слышишь ли о возмущении? Все это возбудило в Агриппе желание слышать Павла. Фест доставляет ему это удовольствие. И Павел является еще более славным. Все это, как я сказал, произвели козни иудеев. Если бы их не было, то никто из правителей не захотел бы слушать его. И никто не слушал бы с таким безмолвием и вниманием. Он, по-видимому, вразумляет и защищается. Но вместе с тем и проповедует с великим достоинством. Не будем же считать козни чем-нибудь бедственным. Если мы не будем действовать сами против себя, то никто не в состоянии уловить нас в свои козни. Или лучше, строить козни против нас могут, но не могут причинить нам вреда. Напротив, даже принесут нам величайшую пользу. Так как мы сами бываем виновниками, что терпим зло или не терпим. Да, я свидетельствую открыто и громче трубы возвещаю. Если бы было можно, не отказался бы взойти на какое-нибудь возвышенное место и провозгласить, что христианину никто из людей, живущих на земле, не может вредить. Что я говорю из людей? Не может и демон, мучитель, дьявол, если христианин сам не причинит зла самому себе. И кто бы не захотел причинить нам зло, напрасно будет стараться. Как ангелу, находящемуся на земле, никакой человек вредить не может. Так и человеку, такому человеку. И сам он не может вредить другому, пока он добр. Что же может сравниться с таким человеком, который не может ни терпеть вреда, ни сам вредить другому? Последнее, то есть чтобы не желать причинить вреда другому, не меньше первого. Это как бы ангел и подобен Богу, потому что таков и Бог. Но он таков по природе, а тот по произволению. Итак, христианин не может ни терпеть вреда, ни вредить другому. Впрочем, слова не может не принимать за бессилие, потому что бессилие означает противное этому. Я, разумея, здесь не расположение. Он по природе своей бывает не расположен ни терпеть вреда, ни делать зло другому. И последнее есть также вред. Мы вредим себе и тогда, когда делаем зло другому, и большая часть грехов наших происходит именно от того, что мы не желаем добра самим себе. Таким образом, христианин и потому не может терпеть вред, что не может вредить другому. А каким образом, причиняя вред другим, мы вредим самим себе? Объясним это частными примерами. Пусть кто-нибудь обижает другого, оскорбляет, лихаинствует. Кому он причинил вред? Не прежде ли всего самому себе? Совершенно так. Обиженный понес ущерб в деньгах, а обидевший в душе, так как его душа подвергается погибели и наказанию. Опять пусть кто-нибудь ненавидит. Кому он сделал зло? Не самому ли себе? Таково именно свойство причиняемого зла, что оно прежде тяжко вредит тому, кто сделал его, а другому мало или лучше не мало не вредит, а приносит пользу. Но я сказал нечто невероятное. Положим, например, а в этом преимущественное все заключается, что какой-нибудь бедняк имеет мало денег и едва достает себе необходимую пищу, а другой богат живет в изобилии и имеет великую силу. Пусть последний возьмет имущество бедного, лишит его одежды и оставит в голоде, а сам насчет неправедного отнято будет роскошествовать. Он не только не причинил вреда бедному, но и принес пользу, а себе не только не принес пользу, но и повредил. Как? Во-первых, он мучается за свое зло и ежедневно угрызается совестью. И бывает осуждаем всеми, а затем на суде будущем. Так скажешь, отсюда видно, что это терпит вред. Но скажи, как тот получает пользу? Он терпит зло и переносит его великодушно, а это есть великое приобретение. Терпение зла заслуживает отпущения грехов. Есть подвиг любомудрие, есть училище добродетели. Посмотрим же, кто из них во зле, тот или этот? Тот, если он любомудр, переносит великодушно, а этот ежедневно мучается страхом и подозрением. Кто же получает вред, тот или этот? Это басни, скажешь ты. У кого нечего есть, кто принужден скорбеть и бороться с бедствием или идет просить милостыни и не получает, тот не страдает ли душой и телом? Нет. Ты говоришь басни, а я говорю дело. В самом деле, скажи мне, разве из богатых никто не скорбит? Что же, бедность ли служит причиной этого? Но он не терпит голода. Что же из этого? Тем хуже, что с ним случается это при богатстве. Богатство не делает великодушным и бедность малодушным. Иначе никто из живущих богата не испытал бы в жизни скорби и никто из бедных не проклинал бы своей бедности. А что сказанное вами действительно басни, объясню следующим образом. Скажи мне, Павел в бедности лежил или в богатстве? Терпел голод или нет? Сам он говорит, в алжбе, в жажде. Пророки терпели голод или нет? И они терпели бедствие. Но скажешь, ты опять представляешь мне, Павел, опять пророков, 10 или 20 человек. А на кого же ты хочешь? Представь мне, говоришь, кого-нибудь из народа, кто бы мужественно переносил бедствие. Но такие люди всегда редкие, отличных немного. Если же хочешь, исследуем дело само по себе. Посмотрим, чьи заботы больше и мучительнее, и чьи легче. Не правда ли, что один заботится только о необходимой пище, а другой при множестве дел забывает и о пище? Богатый не боится голода, но боится за многое другое, часто за самое свое спасение. Бедный не может не заботиться о пище, но не имеет других забот, наслаждается безопасностью, спокойствием, бесстрашием. С другой стороны, если оскорблять других не есть зло, а добро, то почему мы стыдимся? Почему скрываемся? Почему, будучи поносимы за это, негодуем и огорчаемся? Если быть оскорбляемым не есть добро, то почему мы делаем это известным, хвалимся и оправдываем себя? Хочешь ли видеть, чем последнее лучше первого? Посмотри на людей в том или другом состоянии, для чего законы? Для чего судилище? Для чего наказание? Не для первых ли, как бы больных и страждущих, но скажешь, это великое удовольствие? Не будем говорить о будущем, посмотрим настоящее. Что хуже человека, находящегося в таком подозрении? Что безнадежнее, что жалче его? Не в постоянном ли он волнении? Хотя бы он сделал что-нибудь исправедливое, ему не верят. Все осуждают его за его притеснение, все живущие с ним его обвинители. Он не может наслаждаться дружбой, никто не решится быть другом человека, о котором идет такая молва, чтобы и на себя не навлечь такого же мнения. От человека несправедливого все удаляются как от зверя, как от губителя, врага, человека-убийцы, восстающего против природы. Если он подвергается суду, то не нужен против него обвинитель. Вместо всякого обвинителя обвиняет его молва. Но не так бывает с человеком, претерпевающим оскорбление. Напротив, все покровительствуют ему, сожалеют о нем, подают ему руку помощи, он находится в безопасности. Если оскорблять дело доброе и безопасное, то пусть признается кто-нибудь, что он оскорбитель. Если же не осмеливается на это, то почему продолжает причинять оскорбление как нечто доброе? Посмотрим, сколько зла происходит и в нас самих, когда бывает в нас нечто подобное. Если что-нибудь из находящегося в нас приступит свою меру насчет другого, если, например, печень, недовольствие своим местом, захочет занять и чужое место со своим, то скажи мне, не болезнь ли это? Опять, если влагообразующиеся, находящиеся в нас соки наполнит все тело, то не болезнь ли это водяная? Вместе с этим железь должна распространиться и кровь развиться повсюду. И в душе гнев, пожелания и другое тому подобное, превышая меру, не причиняет ли вреда самому человеку? Так и пища. Если будет принято в большем количестве, нежели какое может перевариться, то подвергает тело болезням. Да и откуда подагры? Откуда параличи и дрожание тела? Нет неумеренности ли в пище? Также, если бы глаз захотел принять боли надлежащего, то есть, если бы захотел видеть боли, нежели сколько ему назначено, и принять света боли надлежащего, то этот избыток скорее повредил бы ему, нежели принес пользу. Если же тогда, как свет есть добро, глаз, желая видеть больше и яснее, находит погибель, то подумай, что бывает со злом. Если слух воспримет громкий звук, то ум бывает поражен, если ум станет мыслить о предмете, превышающем его силы, то изумляется, а если будет усиливать больше надлежащего, то совершенно теряется. Любостяжание в том и состоит, чтобы желать иметь больше надлежащего. Так бывает и с имуществом, когда мы хотим собрать его больше и больше, то сами, не замечая, питаем в себе дикого зверя, имея многое, нуждаемся во многом, навлекаем на себя бесчисленные заботы и представляем дьяволу множество поводов. Потому над богатыми дьяволу нет нужды много трудиться. Богатство делает их совершенно готовыми к падению. Не так бывает с людьми, живущими в бедности, совершенно напротив. Так эти вещи сами по себе пагубны. Потому вещеваю вас воздерживаться от таких пожеланий, чтобы избежать сетей лукавого и, возлюбив добродетель, сподобиться вечных благ, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok